Сергей Никонов часто слышал рассказы от сверстников, побывавших на раскопках. Эмоции после поднятия останков погибших бойцов непередаваемые. Главное, говорит студент, что дело это очень важное. Копают, ну не знают на что наткнуться, все-таки какой-то интерес, новое общение. Там даже говорят, когда выкопаешь кости, то уже совершенно другие мысли. Там слов нет, уже одни мысли идут. Интересно это, как бы перед армией, говорят, хороший опыт. Но кроме поисковой романтики, это все-таки тяжелый труд, поэтому в отряде только самые преданные этому делу люди. Перед погрузкой в автобус все личные вещи собрали в одном месте. Несмотря на то, что здесь только самое необходимое, собралась масса всего. Пенка для тепла, рюкзак, соответственно, в рюкзак все личные вещи складывают. Теплые вещи, гигиена, средства гигиены. Поисковикам предстоит долгий путь на запад страны и двухнедельная работа на равнинах Смоленской области. Весенняя экспедиция у нас всегда уже на протяжении больше 10 лет. Это именно Смоленская область. В этот раз Ярцевский район. Для нас он уже исследованный. Второй раз мы туда едем, именно в Ярцевский район. Место хорошее. Поднимали там солдатиков. В составе экспедиции наши коллеги. Корреспондент Александр Комаров и оператор Рафаэль Ракипов. Во время предыдущих экспедиций они сняли с места раскопок серию репортажей под названием «Дорогами памяти». В этот раз камера тоже с собой, поэтому зрители НТР обязательно увидят самые интересные моменты нынешней поисковой операции. Алмаз Кашаев, Рафаэль Ракипов, Новости НТР